дорогие друзья добрый вечер и сегодня я вам рассказываю о нашей недельной главе о главе войце войце это обозначает и вышел кто же куда же вышел яков вышел из берсевы он направляется о он направляется к своему дяде он направляется к своему дяде лавану страну под названием арам страну под названием арам меня слышно вообще кому-то Яков выходит из Бершевы, он направляется в Арам. Вместе с Яковом, с таким праведником из Бершевы выходит все самое главное, что там было. Выходит святость, которая связана с Яковом, выходит великолепие, которое связано с этим праведником. Вы знаете, что ангелы Эрцес-Ройль сопровождают Якова до границы, то есть они вышли вместе с ним. И вот Яков, он отправляется в Арам. Уй, Арам, не зря называется так, это страна, в Араме живут Рамаим. Арам, Рамаим, кто такие Рамаим? Обманщики. Самые хитрые обманщики, они живут в Араме. И самый хитрый из всех обманщиков, дядя Якова Лаван. Все знают, все знают, что его нужно очень-очень опасаться. Яков тоже знает, что его нужно очень-очень опасаться. И чтобы не попасться на хитрости Лавана, Яков, он делает очень важную вещь. Он отправляется учить Тору. Он отправляется учить Тору в Ешиву, Шема и Эвера. 12 лет, 12 лет Яков сидит в Ешиве, он учит Тору, он наполняет себя Тору так, чтобы быть Торой наполненным, наполненным до конца. До, 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 до самой макушки. Ай, он ни на секунду не отрывается, даже спать он не идет. Когда у него уже нет сил учить, он засыпает прямо, прямо на своем месте, где он учится. Как только он просыпается, сразу первым делом он продолжает учить Тору. Без перерыва, без передыха. 12 лет. И, наконец, он чувствует, что он достаточно, достаточно силен в Торе, чтобы, чтобы встретиться с таким хитрецом и с таким обманщиком. 14 лет. Мне помнится 12. Может быть, ты прав, я потом проверю. Хорошо? Может быть, ты прав, Залман. Я проверю потом 12 или 14. Так. Он отправляется, он отправляется в Арам. Уй, за ним, по дороге за ним гонится, гонится Элифаз. Элифаз, сын Эсава. Ой. Эсав. Эсав посылает своего старшего сына Элифаза с ножом. Он гонится за Яковом, чтобы убить его. Эсав, он ненавидит Якова. Видите, видите Элифаза с ножом? Вай, 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 вай. Он гонится за Яковом, чтобы убить его. Он хочет исполнить, исполнить заповедь, заповедь уважения к отцу. Его папа Эсав приказал ему убить Якова. Он исполнил... Абисуэль! Да? Абисуэль! Да? Потом Яков познал ангела, и ему не нужно смотреть, он посмотрел там, где все, видят, кто за ним гонится, и сказал Якову. Ага, да. Так вот, Яков, Яков, он видит, он видит этого злодея Элифаза, который его догоняет и хочет его убить. Ага, сначала Яков подумал, что Элифаз, он ведь его племянник, он не станет его убивать. И он учился с Яковом, и он знает немножко Тору. Яков обрадовался, что это не какой-то бандит с большой дороги, а это его родственник, племянник Элифаз. Но Элифаз прискакал, прибежал, и он с радостью сказал, а-а-а, дядя Яков, я сейчас выполню большую-большую митсву, я заповедь выполняю подчинение папе. Ну-ка, ложись, я тебя сейчас начну убивать. Ой, какая же это заповедь, какая же это заповедь, сказал Яков. Это заповедь подчинения папе. Мне папа послал меня выполнить эту замечательную заповедь. Скажите мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, почему, почему он не должен был исполнять такую заповедь? Он должен был исполнить то, что ему папа сказал или нет? Нет. Нет, почему? Обычно мы знаем, что все, что папа говорит, нужно выполнять. Почему это не... А-а-а, потому что это заповедь. То, что запретил Ашем, то, что запретил Ашем, то, что запретил Ашем, то, что запретил Ашем, папа не может сказать, а ты сделай. Потому что в этом случае слушают Ашема, а не папу. Если Ашем запретил убивать, то слушают Ашема, а не такого папу, который послал своего сына убивать. Ой, ну и папа. Это только Исаф так мог. Такое задание дать своему сыну. Яков, он видит, что Элифаз, что Элифаз, он не понимает, он не понимает, совершенно не понимает, что такое заповедь, и кто заповеди дал, и кого следует слушать в первую очередь. И поэтому Яков ему отвечает, ты знаешь, ты совершенно прав, совершенно прав, но есть способ выполнить сразу две заповеди. И заповедь, исполнить, которую тебе дал папа, и заповедь, исполнить, которую тебе дал Ашем, что нельзя убивать. Ой, Элифаз, очень интересно, как это можно исполнить сразу две заповеди? И убить, и не убивать. А Яков ему объясняет, что тот человек, у которого ничего нет, он нищий, нищий, у него ничего, ничего нет, он считается, как будто бы он мертвый. Поэтому, говорит Яков, если ты у меня все-все-все заберешь, все-все-все заберешь, что у меня есть, то я буду считаться, как мертвый. И таким образом ты выполнишь то, что тебе велел твой папа, и в то же время меня насовсем не убьешь. Элифаз посмотрел на верблюдов, которые нагружены подарками, подарками. О, Якову, когда отправлял его, когда отправлял его, его папа, Ицхок дал много-много подарков для Лавана и для дочерей Лавана, из которых Яков надеется, что одна из них станет его женой. У него было огромное количество подарков. Ой, когда Элифаз увидел все это богатство, у него стали глаза такие, такие жадные, такие круглые. Он сказал, ааа, я согласен, как здорово, как здорово выполнять заповеди, сказал Элифаз. Я забираю все, а ты остаешься нищий, как будто мертвый. Замечательно, я, я, я исполняю столько заповедей, еще столько подарков беру. Элифаз все-все-все забрал у него, оставил ему только одну рубашку и палочку, с которой он шел по дороге. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Элифаз, он выполняет заповеди, выполняет заповеди. На самом деле ему, конечно, хотелось больше всего на свете, ему хотелось получить подарки. Он был жадный-прижадный, этот Элифаз. Яков идет дальше, и он, он доходит до того места, где кончается Эрецис Роэль. И вдруг он вспоминает, ай, как же я прошел, как же я прошел мимо такого святого места, мимо горы Мурья, где на жертвенник был поднят, вознесен мой папа Ицхок. Я прошел там и не остановился, и не помолился там. И в тот же миг, как только Яков об этом подумал, Ашем сразу делает, оп, перестановку. Перестановку. И Аков тут же оказывается рядом с горой Мурья. И Ашем делает еще одно чудо. Еще одно чудо он делает. Солнце садится посредине дня. Посредине дня начинается вечер. Ашем так хочет, чтобы Яков задержался. Задержался на этом святом месте и услышать молитву праведника на таком святом месте, как гора Мурья. Яков, Яков останавливается, он молится Ашему. Яков собирает, он делает из глины, из земли, он делает маленькие кувшинчики, маленькие сосуды. И в них он выдавливает масло из диких маслин. И вот эти кувшинчики он готов преподнести Ашему. Он хочет принести Ашему курбан. Но ночью курбанод у нас не приносят, поэтому он оставляет эти кувшинчики до утра, а сам он ложится спать. И во сне он видит чудесный сон. Он видит лестницу от земли до неба, по которой поднимаются и спускаются ангелы. И Яков наутро, когда он просыпается, он говорит, ууу, я не знал, не знал, что это такое святое место, что это врата небес. То место, где ангелы выходят и восходят на небеса, спускаются с небес и восходят на небеса. Если бы я знал, я бы не стал спать в таком святом месте, а всю ночь бы я только молился. Вот посмотрите, видите, Яков он спит здесь. И те камни, которыми он обложил свою голову, чтобы защититься от диких зверей, они все собрались в один камень. Это тоже было чудо, потому что каждый из них, каждый из камешков хотел, хотел, чтобы именно на него праведник положил свою голову. Ашем сделал чудо, он все камни соединил в один, как будто бы это одна огромная подушка для Якова. Ай, наутро, наутро Яков приносит, приносит, приносит Ашему курбан из оливкового масла. Да, курбан из оливкового масла, он устанавливает этот камень, как будто бы это не жертвенник, жертвенник он состоит из многих камней. Это не жертвенник, жертвенник его собирают из многих камней, а когда один камень, на который возносит курбан, это называется мацева. Я не знаю, как это сказать по-русски, по-моему, по-русски это вообще нет такого слова. Такой вот камень он устанавливает и поливает его, поливает его этим оливковым маслом перед Ашемом. И он дает клятву обещания Ашему, что если Ашем, он просит у Ашема, Ашем, если ты будешь сопровождать меня, охранять меня от всех бед, если ты дашь мне силы, чтобы я не научился дурным поступкам от Лавана, если ты дашь мне пропитание, хлеб и одежду, то всегда, 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 всегда я обещаю, я клянусь, что я буду служить только тебе Ашем, и тебе приносить буду курбанод, и все, что я заработаю, десятую часть от всего, что я заработаю, я буду приносить курбанод тебе. Это Маасер, десятина, которую обещает, клятвенно обещает Яков. После этого Яков продолжает свой путь, продолжает свой путь в Арам, и он, опять происходит чудо, Ашем укорачивает его дорогу, чтобы он поскорее, поскорее пришел в Арам, и утром он выходит, и утром же он уже чуть-чуть позже, чуть-чуть позже раннего утра он прибывает в Арам, и он видит, он видит колодец, вы помните тот самый колодец, около которого Элиэзер, слуга Авраама, встретил Ривку, маму Якова, вот к этому же колодцу выходит теперь Яков, и он видит, около колодца уже сидят, уже сидят пастухи, три пастуха, каждый со своим стадом, пастухи-арамейцы, они сидят и чего-то ждут, сидят и чего-то ждут, чего они ждут, он у них спрашивает, почему вы не кормите своих овечек, почему вы не пускаете их искать травку, вы можете... Я только прошу все микрофончики выключить, я спрошу потом этот вопрос, спасибо, Ария Залман, так вот, он спрашивает, почему вы не напоите своих овечек, и почему вы не идете дальше их пасти, и пастухи отвечают, отвечают Якову, а, ты что не знаешь, ты что не видишь, что на колодце у нас, посмотри, что лежит, что там такое лежало на колодце, огромное-огромное закрывало колодец, камень, огромный камень, это такой огромный камень, который могут поднять только все пастухи вместе, только все пастухи, когда все соберутся вместе, только тогда можно поднять этот камень, почему вы так поступили, зачем положили такой камень, удивляется Яков, ты что не знаешь, кто живет в Араме, в Араме живут Рамаим, обманщики, каждый пастух, если он приходит первым, он заберет всю воду для своих овец, и всем остальным не оставит, никому не оставит, ни с кем не поделится, поэтому, поэтому на колодец положили этот огромный камень, который могут подняться только все пастухи, поднять все, только все пастухи вместе, вот когда все пастухи соберутся, тогда мы все вместе уберем этот камень, и все будут внимательно следить, чтобы всем поровну разделили воду из этого колодца. Ой, какие они, какие они, арамейцы, обманщики, как они друг друга все время обманывают, из-за этого им совсем не лучше живется, из-за этого им живется только труднее, если бы они вели себя честно друг с другом, не пришлось бы им класть такой тяжелый камень на колодец, каждый взял бы только свою долю, и дальше шел бы и пас овец, а так им приходится теперь ждать, пока соберутся все, поднимать камень, опускать камень, и все из-за того, что они ведут себя нечестно друг с другом. Яков у них спрашивает, знаете ли вы Лавана? У-у-у, Лавана, ой, мы знаем, знаем. Кто же не знает Лавана? Лавана знают все. О, какой он, ой, этот Лаван, ты к нему близко даже не подходи, ой-ой-ой. Он, только-только к нему подойдешь, он сразу, сразу чего-нибудь у тебя украдет, что-то тебя обманет, потом ничего не докажешь. А, он здоров с ним, все в порядке. У-у-у, с Лаваном, с Лаваном лучше не связываться, говорят ему пастухи. А, вон, посмотри, его дочка, его дочка идет, пасет его овец, она тоже приближается к колодцу. Яков поднял глаза, и он увидел Рохель, он увидел Рохель, дочь Лавана. Ой, ой, Яков увидел ее, как она спускается к колодцу с овцами Лавана. Яков, Яков преисполнился таких сил огромных, от любви, от счастья, что он встретил, что он встретил свою будущую жену Якова, наполнились такие огромные силы, что он одним мизинцем, мизинцем, самым маленьким пальчиком, он поднял огромный камень и сдвинул, сбросил его с колодца. И он напоил, напоил овец Лавана. Он не взял всю воду, только свою часть, потому что он не ведет себя так, как ведут себя арамейцы. Он напоил овец Лавана, и после этого он поцеловал свою будущую жену, свою невесту, он поцеловал Рохель, и он заплакал. И он заплакал, потому что он не может подарить ей такие подарки, как подарил Элиэйзер его маме Ривке. Потому что у него все, что у него было, у него забрал противный Элифаз. Он заплакал еще и потому, что ему открылось пророчество. Он увидел, что Рохель, она даже похоронена, не будет рядом с ним. Она будет похоронена в Бетлехаме, а не в Хевроне, где все праоцы и праматери остальные. И он спросил у нее, есть ли место у них в доме, чтобы он мог там пожить. И Рохель, она сказала, что, конечно, конечно, ты можешь у нас жить, только будь осторожен. Будь осторожен, жить у нас очень опасно. Потому что мой папа Лаван, он самый хитрый обманщик во всем Араме. И он тебя тоже может обмануть. Ответил Яков Рохеле, ты знаешь, что я, я тоже умею обманывать. Я тоже умею обманывать не хуже, чем Лаван. Обманывать ты, удивилась Рохель, разве праведник может обманывать? Разве праведник может хвастаться тем, что он умеет обманывать, удивилась Рохель. А Яков ей ответил, Яков ей ответил, он объяснил, что так написано у нас в Таилим. В Таилим написана, это часть Торы, что с обманщиками, с обманщиками нужно поступать с хитростью, умно. Так, чтобы они не смогли обмануть, а чтобы они сами обманулись. Но нельзя их обманывать так, как это делают они сами. Нельзя им говорить неправду. Надо говорить им правду, но так, чтобы они обманулись и не поняли истинного смысла слов, истинных намерений праведника. И тогда они, поскольку они такие хитрые обманщики, то они сами будут придумывать вокруг всякие хитрости, пока они сами себя не запутают и не обманут. Так учит нас Тора, что с обманщиками нужно поступать хитро и умно, чтобы не позволить им себя обмануть. И вот Яков, он идет за Рахелью к дому Лавана. Ой, Лаван выбегает навстречу. А где его верблюды? А подарки где? Ага, наверное, он прячет подарки у себя в карманах. Наверное, он принес драгоценные камни, которые он прячет в карманах. И Лаван бежит скорее к Якову, он его обнимает, он его хлопает, он хлопает, хлопает его, он ищет, где спрятаны подарки. Он хлопает его, ищет, где карманы, где подарки. Ничего нету, он ничего не нащупал. Тогда он думает, а, наверное, Яков драгоценные камни прячет у себя за щеками. Он положил их в рот и прячет их за щеками, подумал Лаван. Он хватает, хватает Якова за голову, он начинает его целовать, он пытается, пытается пощупать у него за щеками, есть у него там драгоценные камни или нет? Есть у него драгоценные камни или нет? А? Что вы скажете? Нету. Нету? Нету? А, Яков, Яков говорит, Лаван, у меня ничего нету, ты можешь меня больше не щупать и не целовать, ничегошеньки я не принес. И он рассказывает, как его обобрал, как все, что у него было, забрал Элифас. А, говорит Лаван, так ты пришел без ничего, только сам собой в одной рубашке. А, говорит. Почему не рассердится на Элифаса? А? Почему Лаван не рассердится на Элифаса? А, Лаван, Лаван, он понимает, что грабить, что воровать, это очень правильно, это хорошо. Если бы он был на месте Элифаса, он бы тоже все забрал. Он только пожалел, что он не успел, не успел первым украсть все. Лаван, он знает, что воровать это очень правильно, хорошо, правда? Воровать хорошо? Нет. Нет, но Лаван считает, что это очень правильно. Очень, 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 очень нехорошо. А, Лаван считает, что это очень... Что? Да, Лаван. Ага. Я считаю. О, поэтому Лаван, он говорит, ну ладно, ладно, ты можешь у меня одну недельку пожить, одну недельку. Раз ты ничего не принес, можешь у меня пожить одну недельку, не больше. Не больше. И вот Яков... Рабит Трэй. Да. Что? Что, Верин? А если у него что-то, он будет считать, что это хорошо? Если у кого? У него. А, если у него у самого украдут? Нет. Он хитрый, он не позволит ничего у себя украсть. Он всех перехитрил там в ворами. И он самый хитрый из всех обманщиков. Никто еще не удалось никому ничего украсть у самого Лавана. А-а-а. Нет, если у него украдут, он будет очень сердиться. У-у-у, как он будет злиться и сердиться. Потом, когда выяснится, что Яков, Яков получил у него богатство, и он не сумел Якова обмануть. У-у-у, он будет гнаться за Яковом и злиться, и сердиться. Но ничего у него не выйдет. Ай-я-яй, Яков остается на недельку у Лавана. Всю эту недельку Яков, Яков, он не просто так живет у Лавана. Он пасет его овец. И все, все овцы Лавана, которые были больные, они выздоровели. И все овцы Лавана, которые были тощие, худые, они стали толстые и пушистые. На них сразу шерсть начала расти. До того, они были с лысинами, были заморенные, несчастные. Когда их стал пасти Яков, все овцы стали здоровые, пушистые, откормленные. Лаван посмотрел, и он подумал, а-а-а, оказывается, оказывается, очень выгодно, чтобы Яков у меня жил. И он сказал Якову, подожди, подожди, не уходи, ты можешь пожить у меня еще. Он хочет, чтобы он разбогател из-за Якова. И он боится, что теперь Яков, он не захочет с ним долго жить и что он захочет уйти. Он говорит, Яков, хотя ты мой родственник, но это не значит, что я тебе ничего не должен платить за твою замечательную работу, как ты пасешь у меня овец. Скажи, скажи, пожалуйста, какую оплату ты хочешь получить? Ой, хитрый Лаван, ой, хитрый Лаван. Он хочет обмануть Якова, он хочет, в конце концов, не дать ему никакой оплаты, но чтобы Яков жил у него долго-долго и все время надеялся, что он получит от него оплату. И он спрашивает, какую оплату ты хочешь от меня получить? Яков ему отвечает, что я готов 7 лет работать у тебя пастухом за твою младшую дочь Рахель, чтобы ты мне дал в жены свою младшую дочь Рахель. Посмотрите, как он сказал, чтобы никакой путаницы не было, чтобы он не привел какую-нибудь другую Рахель с улицы. твою дочь, чтобы он не поменял их местами, младшую со старшей, младшую твою дочь, чтобы он не выдал ему Лею вместо Рахели. Он его предупредил Рахель, а не какую-нибудь другую. А, он может поменять их местами, назвать Рахель Лей, а Лею Рахель. Яков ему сказал, за твою младшую дочь, которую зовут Рахель. Все, 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 что только можно было придумать, Яков предусмотрел. Но, конечно же, конечно же, Лаван в конце концов, в этом вопросе Лаван его сумел перехитрить, обмануть потом. Ай-яй-яй-яй-яй, Яков семь лет, семь лет работает у Лавана. И все эти семь лет от сильной-сильной любви Якова к Рахели, эти семь лет в его глазах были как один миг, они пролетели. За эти семь лет стада Лавана расплодились и размножились, покрыли все, все, все пригорки, все низины вокруг. Так много родилось, родилось овец, когда их пас Яков. Лаван стал богатым-прибогатым. Ой, какой он довольный. Но когда через семь лет Яков пришел к нему и сказал, ну, пришло время, пришло время, когда ты должен выдать за меня замуж Рахель. Вы знаете, что Лаван, Лаван, он обманул Якова. Вместо Рахели он дал ему кого? Кого он ему дал? Лею. Ой. И Якову пришлось еще семь лет работать для того, чтобы получить и Рахель тоже. Вы знаете, что у Якова, у Леи, у Рахели родились дети. И одиннадцать сыновей, одиннадцать сыновей родились у Якова в доме Лавана. Двенадцатый сыновей. Нет, двенадцатый, он родился уже в Эр-Цес-Роэль. Беньямин, он родился в Эр-Цес-Роэль. Он родился не ворами. Ай. Я бы вам еще рассказал, как Яков уходил от Лавана, и как Лаван гнался за Яковом, и как они в конце концов заключили союз не вредить друг другу. Но наше время уже подошло к концу. Я надеюсь, я надеюсь, что в этот Шаббат вы сможете рассказать немножко ту главу, которую я вам рассказал сейчас. Если вам очень интересно, вы можете еще послушать в записи. В записи там, где я рассказываю всю Тору потихоньку, по порядку. Шаббат шалом, Давид. Шаббат шалом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...